Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию свой обзор по техническому анализу отдельных инструментов. Сегодня пятница, 20 марта, заканчивается торговая неделя, которая выдалась сложной и волатильной для рынков, но это дало очень много возможностей для торговли. Ну и традиционно сегодня предлагаю обратить внимание на евро, где развивается нисходящий тренд. Также посмотрим на доллар-канализ, где котировки подошли к своей вершине и впереди возможен разворот, ведут цен на нефть, которые похоже обновив минимумы пытаются вырасти. Итак, поехали. Евро продолжает снижаться и с момента прошлого обзора цена уже ушла ниже разворотной точки, что дало сигнал на продолжение нисходящего движения. Все же полагаю, что потенциал снижения несколько ограничен и движение может идти с коротковременными откатами наверх, после чего пара скорее всего уйдет на обновление минимумов. Сейчас цена похоже обнаружила поддержку на уровне 1.0680, где визуально образовала донышко. Это намекает на вероятную коррекцию, пределы которой может лежать в зоне 1.0927-1.1053, при отбое из которой котировки могут устремиться к отметкам 1.0573-1.0517. Отмена основного сценария состоится при пробое и закреплении цены выше разворотного уровня, который сейчас расположен на 1.1053. Канадский доллар планируемо продолжил ослабление и почти достиг уровня 1.4700, лишь немного не дотянув до него. Максимальный пик, где цена остановилась 1.4668, откуда затем начала корректироваться вверх. Это может послужить признаком приближающегося разворота, при условии, что котировки не преодолеют отметку 1.4700, хотя цена вероятно вскоре попытается вырасти до нее, чтобы протестировать. Только отбой от этого уровня позволит констатировать фактор разворота вниз, что будет свидетельствовать о смене тенденции. В этом случае первой целевой отметкой, где можно ожидать цену, выступает уровень 1.3793. Отмена данного сценария наступит при пробое уровня 1.4700, который также выступает в качестве разворотного и последующее закрепление выше него. Ну и наконец, нефть марки Brent, по всей видимости, пытается начать рост после недавнего провала до своих многолетних минимумов в районе отметки 25.06. Цена нашла поддержку на этом уровне и это позволило покупателям отправить ее наверх. К настоящему моменту котировки достигли отметки 31.06 и, кажется, готовы к коррекции, прежде чем возобновиться новый импульс роста. Уровни коррекции могут лежать в пределах зоны отметок на 27.34, который выступает поддержкой с нижней границы на 25.06, который является разворотным. Отбой из этой зоны позволит цене направиться к ближайшим уровням сопротивления, первая цель которой находится на уровне 36.97. Отмена данного сценария состоится при продолжении снижения и пробое разворотного уровня на 25.06. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Техмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата, поэтому соблюдайте риски. Всем удачной профитной недели, всем пока.